Наш сюжет закончился и давайте обсудим сейчас с Тарасом Загородним, политтехнологом, собственно, что может дальше ждать и наемников и как Россия вообще попытается подобные военные поражения выкрутить в сторону позитива, скажем так. Так, Тарас Загородний подключается к эфиру. Здравствуйте, Тарас, рад вас видеть. Ну, смотрите, в России подтвердили все-таки, даже ТАСС об этом сообщил, что в ходе разгрома наемников частной военной компании «Вагнер» в Мали был убит известный пропагандист Никита Федянин, Грейзон об этом пишет. Насколько я помню, то по каким-то большим федеральным каналам информации не было никакой. Как вы думаете, с точки зрения, понятно, даже не военщины, а вот политической технологии, «Вагнер» как проект, он похоронен в России? То есть, после того, как их фактически из Украины вывели, ну, с помощью наших сил обороны в том числе и ликвидации большинства этих военных преступников, глобально они для россиян перестали быть какими-то героями, мифами и так далее? Ну, почему? Я не думаю, что это так. Но, во-первых, давайте определимся с терминологией. «Вагнер» как частная военная компания не существует в природе. Существует инструментарий, прокси-сил, которые подконтрольны спецслужбам России. Либо ГРУ, либо ФСБ. То есть, названия, условно говоря, там могут быть разные, но сам инструментарий достаточно удобный. Такая вот игра в серую зону, даже на территории России, там, где спецслужбы не хотят следовать законам, ну, в том числе, как вот использовали «Вагнеры» для штурма «Солидара» и всех остальных. То есть, там, даже по меркам России, как бы, там можно не придерживаться каких-либо законов. И поэтому это очень удобный инструмент, но он будет, конечно же, жить, потому что он удобный, под разными названиями. Но суть одинакова, поэтому я не думаю, что что-то поменяется у россиян. Романтику, которую ретранслируют эти, ну, такие, ну, как так называемые ЧВК, они, ну, очень эффективно работают, ну, по крайней мере, выполняя задачи спецслужб и государства России. Мы вот в эфире сегодня обсуждали с военным экспертом Александром Коваленко эту угрозу Путина ответить на размещение Соединенными Штатами Америки своих ракет в Германии. Путин же сказал, да, что там подлетное время до важных российских объектов, опять, считанные минуты. Все время он это все измеряет в подлетном времени, никогда после этого он не делает каких-то решительных действий. У меня к вам вопрос. Вот мы это разбирали с точки зрения невозможности ответить россиянам, ну, просто фактически военной возможности ответить ядерными ударами или даже размещениями каких-то ядерных боеголовок, которые накроют, как он говорил, Аляску, ну, пропагандисты говорили, западную часть Соединенных Штатов Америки нет. Как вы думаете, политически, что произойдет дальше после этих угроз Путина? Ну, слушайте, эту историю мир уже переживал в 80-х годах. То же самое было, когда Советский Союз разместил ракеты малой дальности и средней дальности как раз в странах Варшавского договора на территории Союза. В ответ на это США разместила в Европе ракеты «Першинг». Тогда еще, тогда еще как раз вот московские гонзы как раз посчитали подлетное время и сразу как-то им сразу плохо стало. Вот. А теперь ситуация же хуже еще для России. Нет Варшавского блока. То есть страны Балтии, Финляндия уже в НАТО. Польша тоже в НАТО. И поэтому технологии уже совершенно изменились. То есть если в России еще модернизуются советские технологии, то там уже технологии совершенно другого поколения. Ответить, конечно же, нечем. Совершенно нечем. Поэтому эти пугалки, что вы там, если в Германии, ну, если Германия откажется, Польша с удовольствием у себя разместит. Уверен, что страны Балтии тоже будут рады разместить у себя какое-то оружие. Либо страны Скандинавии. И там подлетное время будет не 10 минут, а минуты две. А если еще речь будет идти о более серьезных ракетах, то Москва четко осознает, что в конвенциональной войне они проигрывают странам НАТО. Они это четко понимают, тем более, что весь мир увидел, что, в принципе, не самое свежее вооружение, не в таких количествах, которые нужно Украине, передается. Это позволяет сдерживать наступление огромной армии, которая рассказывала, что у них технологии на высоком уровне. И поэтому в данном случае, конечно же, Путин прекрасно понимает, что я не думаю, что они сильно испугаются. Ну, по крайней мере, это только будет из-за желания стран Запада подыграть фактически игры у Путина, слушая их русские народные сказки об эскалации. — Хочу вас, Тарас, спросить о дальнейших попытках россиян устраивать диверсии в Европе. Тут как бы несколько по тем сразу. Многие эксперты говорят, что есть российский след в диверсиях на французской железной дороге несколько дней назад, которые были совершены в преддверии Олимпиады. В том числе и венгры вроде как собираются… Сейчас Тараса попробуем переподключить к эфиру. Я поясню суть вопроса. Как Россия, не имея возможности добиться успехов на поле боя, мы прекрасно понимаем, что дается это все равно благодаря усилиям наших военных удерживать рубежи. И никакая область ни Донецкая, ни Луганская, ни Херсонская, ни тем более ни Запорожская россиянам не светит. И два с половиной года вы наверняка слышали вот эти вопросы российской пропаганды. Ну вот-вот уже фронт прорван, вот уже все как бы мы захватили, ничего не получается. Вспомните разговоры о Часовом Яре после, к сожалению, потери Авдеевки, как все говорили, что… Ну и в том числе Бахмута, что следующее будет Часов Яр. Нет, ну ничего не происходит. Все благодаря, конечно, вооруженным силам Украины, но тем не менее. Как россияне будут пытаться реабилитировать себя и реабилитировать свои неуспехи на фронте с помощью диверсии в Европе? Тарас Загородний опять появляется в нашем эфире. Но, собственно, в этом вопрос. Вот сейчас в Европе торжество Олимпиады, торжество спорта. Очень огромное количество полиции всех сосредоточено именно на вопросе безопасности в ключевых городах. Но мы видели, как получилось устроить лево радикальным представителям. Вот одного из них арестовали как раз вчера во Франции. Некие диверсии, которые парализовали железнодорожные пути. Будут ли россияне пытаться на этом играть дальше? Будут ли у них успехи? И расскажите, как это связано с ситуацией на фронте? Ну, будут, конечно, успехи. Вот буквально позавчера был взрыв на заводе БАС. Это химический концерт. Очевидно, что речь идет о попытке паралича военной промышленности Германии, которая производит, например, взрывчатку. Ходили новости о том, что они планировали убить главу Райн Мэттель. Взрывы были в Болгарии, в Чехии и так далее. Конечно же, они ведут диверсионную работу. И если Европа и дальше так расслабленно себя будут вести, то проблемы будут только нарастать. Это очевидно. Спасибо вам большое, Тарас, за участие в эфире. Тарас Загородний, политехнолог, был в эфире Фридема. Хорошего вечера. Да, до свидания.